Вот пью, блядь, глоточек пива за то, что при встрече я тебе, ебальник, раскрашу в труху. Здрасте, друзья! Дмитрий Кузнецов с вами. Как обычно, ничего не изменилось, во всяком случае, в этом смысле. Мы работаем. Мы работаем для того, чтобы внести ясность. Если кто не понял, посмотрите все наши ролики, но все так не все, они сгруппированы в плейлисты. Есть плейлист, допустим, очень интересный плейлист, это видео с коллекторами. Это реально, когда приходят представители выездных групп и пытаются что-то получить. Пытаются, по-другому это не назовешь. Посмотрите на реакцию людей, как к ним относятся. Вот. Такая вот ситуация. Еще меня очень всегда умиляет акция некоторых комментаторов из последнего. Макс, где ты тут говорил? Что у нас тут есть? Сейчас посмотрим. Да, что там? Поставьте, крикни, пожалуйста, Макса кто-нибудь. Он только ушел. Ну, блин, ну ладно. Ну ладно, хуй с ним. Пишут что-то наподобие такого. Я прям, ну, наверняка те, кто пишут, они думают, ну вот, хочется, чтобы услышали, прочитали. Пишут, я уверен. Те, кто ничего общего с клиентами не имеет. И давным-давно понятно, что мы, как говорится, как ком в горле. И вот. Эдвард Ситоров. Ну, такой вот у человека никнейм. Ты что, блядь, справку имеешь с дурдома, чтобы такой ник написать? Народ, это художественная постановка. Я являюсь подписчиком и всегда следил с доверием за данным каналом. Слушал веселые и бодрящие душу разговоры и только. По делу коснулся с исполнительной надписью нотариуса, хотя ждал судебный процесс, где хотел предъявить свои просьбы к уменьшению штрафов и пений. Неоплата по кредиту образовалась из-за потери трудоспособности. Позвонил на контактный номер телефона, где мне тактично объяснили, что ничем помочь не смогут. Так показывает практика. Хуй ты пиздишь. Спасибо Аляму за помощь. Дальше пиз многоточие едь. Не дела дела, я от вас отписываюсь. Ну вот он пока это писал, я всегда говорю, пару сотен подписалось. Это раз. Во-вторых, давайте я сейчас на чистую воду этого писака выведу. И выкину нахуй сейчас. Он пишет, что является подписчиком, всегда следил с доверием. На этом фоне человек, который хотя бы месяц-два всегда следил за контентом, ну, естественно, никогда не напишет, что это художественная постановка. Ну просто, вы представляете, какие ресурсы должны быть у Алян, чтобы вот это сформировать, вот эту так называемую художественную постановку. Второй аргумент. Человек, который подписан на мой канал, столкнется с тем, что ему YouTube рекомендует другие подобные каналы. Я не буду специально, сейчас ребята и сами для себя делают, скажем так, аудиторию, и в моей помощи не особо-то нуждаются. Ну, те, кто действительно подписан на мой канал, а не просто те, кто на стороне недумающей аудитории, понимают, что сформировать такой поток и все время делать некий такой импровизационный стиль, поддерживать. Я дарю стиль тем, кому до него не пил. Ну, это дорогого стоит. Нужно отдельную актерскую школу формировать, и так себе это занятие неблагодарное. Ну, вы же понимаете, что не только у меня эти звонят, и очень много каналов, где это все подтверждается. И еще раз повторяю, те, кто подписан на мой канал, естественно, видят в рекомендациях другие каналы. И у них тоже постановка. Ну, хорошо. Дальше. Теперь к профессиональной деятельности. С исполнительной надписью нотариуса. Есть плейлист «Что делать, если…», где четко прописывается, рассказывается на простом человеческом языке про исполнительную надпись нотариуса. Что с ней делать и как она отменяется. Можно даже к юристам не обращаться. Можно самому все сделать. Если к нам обращаются, мы отменяем. Я не буду сейчас рассказывать в очередной раз тратить ваше время, как это происходит. Друзья, просто посмотрите плейлист «Что делать, если…» и вы поймете, что этот писако с той стороны баррикад. Это смешно. Пишите, конечно. Мы все вашим творчеством очень интересуемся. Уже много раз я демонстрировал, как легко это все можно вот так положить на коленку и переломить. Эти ваши потуги смешные, безуспешные, беспомощные. И, скажем так, желанные с нашей стороны. Давайте теперь с вами поработаем. В очередной раз мы убедимся, какие вы беспомощные. И вот Эдвард Ситоров. С такими никами, нахуй. Глупизна, ебаная, блядь. И ему подобные. Юрий Русский 7 дней назад. Это просто постановка. Но этот человек, наверное, с морозов залетел и просто так написал. Я специально в поиске, в комментариях написал слово «постановка», и он мне выдал все комментарии, где написано слово «постановка». Вот даже на ролик срочно всем смотреть. Коллектор угрожал мне лично. Макс, дай вот этот, где черт Семперополя звонил. Тоже там очень много таких комментариев, что это постановка. Позитивный человек месяц назад пишет. Постановка, только вот к чему это все? Мозги у тебя к чему, позитивный человек? Ими пользоваться надо. Прежде чем какие-то тезисы выкладывать, посмотри. А сколько вообще роликов выпущено, и как можно это постановкой вообще сформировать? Здравствуйте. Алло, здрасте. Здравствуйте, компания «Иверест». Меня зовут Матвиевская Анастасия Сергеевна. Разговоры записываются. Надежда Валерьевна, кем вам приходится? Одна сельчанка наша. Пистайте ей трубку, я же звоню на ее личный номер телефона. У нас в поселке три телефона на всех. Один в сельсовете лежит, один в сельпо в магазине, и один вот здесь в коровнике. Так а вы кем приходите? Одна сельчанином. У нас все мы, деревня так и называется, Кукуева. Все родственники, близкие. Почему на чужие звонки отвечаете? Зачем вы меня сейчас под запись разговора обманываете? Не допонял сейчас, что за выводы? Пронимайте ежедневно теперь звонки. Всего доброго. Испугаться мне надо сейчас, да? Свидания. А, просто попрощаться с вами. Да? Да понял. Вот, Александр Сергеев. Говно ролик. Постановка диалога на рейтинг. Ну, ему тут пишут. А за базар свой ты пояснишь? Про меня пишет. Крайне неприятный персонаж, поведение однообразное, пафосное. Юридическая составляющая крайне маленькая. Что это вообще за формулировки? Звонки от коллекторов и так далее. Это постановка. Мы тебя видим. Мы тебя знаем. И понимаем, кто ты. Ты, пидорас! Почему ты это пишешь? Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Кто это? Компания МККСС, сервизайма GreenMoney. Меня зовут Филипп МКДР-Евгина. Ведет связь с разговором. МККСС я правильно услышал? Правильно. МККСС, да? Неверно. Аббревиатура такая. А что означает СС? Стабильные финансы. Стабильные финансы? Все верно. А тогда получается СФ, а не СС. Я три раза переспросил, вы подтвердили, что аббревиатура две буквы С. Вы оговорились или я слышался? Наверное, вы слышались. То есть СФ, да? Семен Фарада, да? Стабильные финансы. Стабильные финансы. Ну, вы когда аббревиатуру озвучивали, наверное, чтобы побольше человека испугать, сказали две буквы С. Ну, такая формулировка очень в наше время сейчас опасная. Нельзя. А в чем страшная формулировка? Ну, когда вы сказали, я же переспросил, что две буквы С, вы еще сказали Да. Оказывается, не две буквы С, а С, а потом Ф. Все верно. О, поэтому я и поправил вас. В следующий раз будьте, пожалуйста, скажем, внимательнее. Ну, что же это такое? В наше то время и так... Хорошо, не обязательно... Да, 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 пожалуйста. Что это научно вам? Учтите, пожалуйста, в этот момент. Есть ли вы счетовый, да? Конечно, это я. Звонок вам поступает по задолженности 32-й день на пресс-срочке. Сема на сегодня 4860 рублей. Ну, задолженность не оплачиваете. Да, ну, зачем ее оплачивать? Вот еще. Значит, зачем оплачивать у вас? Кредитный договор был заключен с компанией. Кредитный договор с компанией? С какой компанией кредитный договор был заключен? Скажите, пожалуйста, зачем у вас все это кредит? Говорите, вы члены раздельно, вы что торопитесь, куда? Вот сейчас вы что спросили? Скажите, пожалуйста, вы снимаете контент сейчас в интернет, да? Простите? Вы сейчас с кем? Вы сама разговариваете или с кем? какой еще контент а что такое контент с ним ничего не пойму ничего у вас нормально все может помощь какая нужна контент профессионалы контент постановки делаю алло и сейчас была постановка там на этой стороне был этот артист наш мой родственник жена моя была жена это моя была некоторые раньше писали так что он со своей женой это она была так тоже сейчас возьмет на сотрудник мы возьмем уже много сотрудников мальчик или девочка будет сущность в виде змейки трудовое право юристы оля помогут вам решить вопрос в досудебном порядке путем взаимодействия с работодателем а также с органами государственной власти по решению индивидуальных и групповых трудовых споров алло здравствуйте алло игорь иванович меня хорошо вас хорошо слышно с кем я разговариваю я представьте это отдел по работе с проблемными займами ооо мкк турбозайм меня зовут кавалёва светлана анатольевна светлана анатольевна да я изучила отчеты до судебных у язву ли они с вами обсудить дальнейшие перспективы изучила сумма долгого а зачем вы изучили отчеты какие-то и кто вам их предоставил иванович тома долго у вас на сегодняшний день 52 тысячи 280 рублей 40 копеек требования компании об оплате до вас доводили неоднократно верно сейчас пока позвольте не буду отвечать на этот вопрос мне очень любопытно статус ваш и вообще вы изучили отчеты это очень очень серьезное заявление чит там отчеты вам кто-то дает изучать у вас вы кто вообще простите кто ты по жизни не вам ваша компетенция вы имя только свое сказали компетенция ваша в чем заключается ничуть а ваш ваша ваша компетенция ваш статус ну вы я так подозреваю какой-то специалист очень серьезно мне ну вы так сказали вы прям прям чуть ли не на академическом языке я изучила отчеты которые мне предоставились до судебного отдела то есть вы персона какая-то особо ну выделяющаяся из всего вашего коллектива давайте по существу и ближе к делу так это по существу извините вот вы сейчас с претензией на то что вы человек который действительно что-то знает что-то может в чем-то разбирается я поэтому совершенно спокойно спрашиваю вас вы почему не развивайте эту идею я так на вашем месте бы если бы думаю что если кто-то так заявляет действительно бы подхватывал как говорится на волне пошли по существу действительно вам вы изучили я совершенно простой и логичный вопрос задаю чего во первых изучили во вторых кто вам отправил для изучения вот это все но и в третьих ну из всего что я услышал вы сообщили что кто-то кому-то что-то должен прям назвали сумму там и так далее сумму долго сумму сколько взял правильно я понимаю вас или неправильно чего чего ну давайте хорошо не давайте так как вы считаете муж я действительно чуть не туда говорю я вообще готов всегда конструктивному диалогу другое дело что собеседник который интересуется данным конкретно о моей готовности сам не готов к диалогу конструктивного ну да ладно я может быть ошибаюсь действительно может что-то я там скажем так из контекста из контекста вырвал и вы что-то другое хотели заявить я вас слушаю внимательно тем более вы все внимательно изучили наверное все таки я погорячился как вы все изучили это раз а во вторых я не пойму зачем было заявлять что вы что-то изучили что вообще можно изучать про человека который ну по вашему заявлению что там не плачь что вообще можно изучать вот ну просто есть оплата нет оплаты а вот этот термин изучила ну как будто там какой-то биография какие-то там объяснительные кто-то кому-то что-то там писал еще раз повторюсь вы готовы конструктивному диалогу я же вам уже ответил на этот вопрос вы не запоминайте я вам сказал я готов я готов самостоятельно без вашего участия игорь иванович вы с чего взяли что я вообще игорь иванович да конечно вы сообщили неизвестному вам человеку информацию которая защищена законом о персональных данных об игоре ивановича я не в одном слове не сказал что игорь иванович было спрошено фамилия имя отчества а потом задан вопрос вы меня слышите я говорю я вас еще сделал так цен я да я вас слышу и дальше вы вылили информацию о каком-то человеке мне неизвестно но хотя я записал это все теперь я буду знать что в такой-то организации данный конкретный гражданин должен деньги и так дома которую я переспросил фамилию имя отчество это же записал оказывается изучает его вот этот вопрос как она сказала и совершенно спокойно вместо того чтобы изучать закон номер 152 федеральный закон об персональных данных также 230 федеральный закон она говорит я изучила и будет ли конструктивно призывает меня конструктивному диалогу а сама бестолковая оператор которая элементарных вещей не знает вы изначально озвучили о том что да я как это выглядело вы или очень после после того как все соединилось у меня запись разговора ведется я услышал взяв трубку фамилию имя отчество какого-то человека и тут же вопрос вы меня хорошо слышите я вас хорошо слышу никто не спрашивал меня этот я человек или какой-то другой человек никто не спросил кто у телефона с кем вы сейчас разговариваете и дальше пошел слив информации о неизвестном не человеке но теперь достаточно интересная ситуация наверное с ним свяжусь у меня есть возможность с ним связаться теперь да то есть несложно так как я являюсь капитаном юстиции вы сейчас позвонили в прокуратуру скорее всего это просто человек действительно обратился к нам за помощью до за соблюдением за контролем по соблюдению его законных интересов скорее всего что-то с вашей организацией связанное не только с вашей и теперь мне уголкать мы начинаем да что-то не говорила уже напоминает это вы лучше молча слушайте изучить изучили вопрос сейчас мы будем изучать теперь ваш вопрос и после всего вот услышанного у меня достаточно информации для того чтобы действительно изучить вопрос и уже не вам о вашему руководству собственно говоря опираясь на ваша фамилия имя отчество задать вопрос ну что готовы конструктивному диалогу только в кабинете ну что значит на готовы конструктивному диалогу и же вас уже это можете изучать дальше я бы на вашем месте начал бы изучать закон о персональных данных 152 федеральный закон обязательно это нужно было сделать прежде чем совершать коммуникации с должниками тоже постановочка а нашла к сам и не идет война на память а и и и и и и и и и